доброе утро всем мы готовим кофе и я собираю племяшку школу всем доброго доброго утра ну что ребята в общем короче говоря залез я сегодня в холодильник и понял что все недоеденные продукты которые были в том числе и салаты за два дня все испортились поэтому вывод такой нужно идти в магазин покупать продукты и готовить все по новой небольшая уборочка с утра вот заварили выпили кофе вы знаете племяшка уже ушла в школу сделали себе сварили яйца племяшка 1 я решил себе парочку и что-то как-то яички не пошли я съел одно яйцо и как-то мутит крутит вертит не знаю может быть яйцо не свежее посмотрел вроде по сроку ну правда 9 числа может быть конечно и уже не свежее а может и попалась такое яйцо вот поэтому как-то так не очень даже не стал два яйца доедать оставил вот кофе только допил и все погода сегодня ужасно испортилась с утра вроде как было ну сухо но пасмурно вот а сейчас уже пошел такой сильный ветер и дождь я открывал окно смотрел холодно вот но в любом случае нужно идти в магазин сейчас у меня здесь достирает пасти рушка вот я соберусь составлю наверно все списочек что нужно купить чтобы не забыть потому что знаете как вот очень хороший ну как сказать наверное лайфхак когда идете в магазин запишите себе списочек того что вам нужно несмотря на то что в любом возрасте можно что-то забыть ты приходишь магазин видишь огромное количество продуктов и тебе что-то надо купить и ты вдруг переключаешься видишь что-то по скидке по акции смотришь тоже хочется тебе что-то купить а потом ты забываешь или первая мысль ты приходишь так а что мне нужно и ты начинаешь вспоминать то что тебе нужно и в итоге когда ты приходишь домой ты понимаешь что так а чё-то я не купил ай блин я же не купил то-то и приходится обратно идти в магазин так вот чтоб два раза магазин не ходить заставьте себе списочек это не говорит о том что там у вас головой не в порядке или еще что-то нет просто вот ну каждый человек может забыть а взяли списочек так по списочку это 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 купили все пришли домой уже ничего не надо вот сегодня надо готовить суп наверное скорее всего это будет борщ вот я так думаю дебют потому что я варю супы очень редко вот сегодня будет мой дебют сварю сегодня больше не знаю что получится в общем посмотрим так что вот так а сейчас доделаю домашние дела и пойду в магазин ужасная сегодня погода просто ужасная мало того что идет дождь еще сильный ветер но так по ощущениям вроде как не холодно плюс 3 но все равно я такую ребят погоду не люблю машина задеет надо пропустить ребята раз вы просите у меня распаковку продуктов вам интересно показываю что я купил значит йогурты вот такие два плюс один то есть два берешь 3 бесплатно майонез значит далее морковь одна морковь мы только суп буду добавлять 3 банана 3 бананчика захотелось мне что-то бананов не знаю посмотрел так вот такая вот фасоль global village она была тоже по скидке я ее люблю и так есть и папа также ее любит просто так есть как ну как гарнир и вот суп буду варить сюда добавлю так ролл ну там был лаваш не я решил взять ролл мне как-то он больше он более крепче так желтый болгарский перец вот и белокоченая капуста ну и там еще по мелочи шоколад попить принципе все скажу я вам ребята что вот вы знаете раньше когда ты вот ходил в магазин ну грубо говоря там на 500 рублей ты приносил два мешка а то и три продуктов сейчас вот это все что я принес это вот ну почти 500 рублей вот считайте да ничего нет в принципе по сути йогурт майонез там овощи какие-то и все здесь нету никаких мясных продуктов но у меня есть потому что я не покупал а так в принципе вот на 500 рублей сейчас ребята ничего не купить и с тысячи рублями ты пойдешь магазин ты принесешь два мешка разложишь все это на стол а есть нечего то есть получается грубо говоря дай бог тебе хватит на один два дня и опять нужно идти в магазин поэтому цены ребята с каждым днем дорожают вот так ну ладно ничего как говорится прорвемся так ну что ребята варю суп а вот у меня уже бульон я его сначала мясо варил потом слил значит первый бульон как правильно начать всем поближе покажу ведь какой светленький чистенький там мясо у меня варится значит вот сейчас я туда отправлю картофель отправлю сейчас туда картофель отправлю картошку и пусть пока она варится потому что картошка варится у нас долго вот три картофели на достаточно даже этого было много вот сейчас мы туда это отправим так все сейчас возьмем ложечку я буду мешать варюшечки готовлю я борщ вот борщ я готовлю не часто поэтому можно сказать что у меня сегодня дебют в основном я люблю варить грибной суп ну вот больше картофель но когда варю теперь значит у меня а здесь зажарка сейчас мы это все дело опускаем и будем это дело обжаривать так единственное что нужно сейчас мы с ним по цвету помешивать чтобы это не подгорело еще немножко маски чтобы это не подгорело буквально чуть-чуть по пассируем чтобы немножечко обжарился у нас лук и морковочка лучок и морковка должны быть обжарены так мы это дело сейчас присолим немножко чуть-чуть солить по вкусу потому что соль сейчас ребята непонятное запах обалденный ребята вот жареного лука и моркови просто потрясающе ни с чем не сравнимо так ну вот сейчас это быстренько обжарится буквально там дело трех минут чем плюс чугунной сковородке то что когда она нагревается я сейчас могу ее выключить вот грубо говоря я ее выключу и все и сейчас вот морковочка будет сама здесь грубо говоря тушится доходить сковородка остывает долго так все здесь мы пока мешаем у нас парень и картошка дальше есть у меня уже нашинкованная капуста и есть у меня свекла или свекла как правильно не знаю вот все сейчас немножко поварится картошка мы добавим туда зажарку добавим свеклу и добавим капусту так ну что картошечка поварилась поэтому можем добавлять туда капусту так отправляем капусту кочаны капусты такие большие продают что прямо ужасно много так все это тщательно перемешиваем есть туда же добавляем свеклу короче говоря кому как нравится единственное что ребята у меня нету лимона нужен лимон для того чтобы окрас был вот но я думаю что ничего страшного вот так теперь берем зажарочку нашу и зажарочку мы тоже отправляем туда ароматы обалденные так тоже туда мы опускаем после чего мы это дело все присаливаем вот солить пока много не буду нужно будет потом еще посолить так добавляем туда перец так у меня еще есть красный перец добавляем еще красного перца так и добавим какие-нибудь приправки так добавим итальянских немножко и добавим букет приправ вот ну я думаю что и достаточно так сейчас мы это все немножечко перемешаем вы знаете что ребята наверно фасоль я сюда добавлять не буду потому что вроде как племяшка моя сказала что с фасолью она не любит поэтому фасоль мы будем кушать так как говорится отдельным гарниром так все сейчас мы добавим еще немножко водички сверху но это потом когда уже бульон вскипит и все и можно будет ждать пока он остается и потом попробуем и посмотрим что еще не хватает соли перца или каких-нибудь других приправ ну что ребятки вот такой суп у меня получился он сейчас будет накрою крышкой будет доходить я еще забыл я положил туда а томатную пасту я положил лавровый лист и я еще посолю потому что соли мало пробуйте на соль вот принципе сейчас я накрою это дело крышкой вот где крышка вот накрою крышкой да сейчас обязательно снимайте пену вот сейчас я накрыл крышкой и пусть это дело все там стоит и настаивается а значит почему нужно сливать первый бульон многие первый бульон не сливают почему-то решают что да зачем я буду сливать просто пену сниму и все но первый бульон он же очень темный и там выварится все ненужное то что идет от мяса у меня у бабушки на родине тетя тоже так делала она не сливала первый бульон а прям так варила запах стоял ужасно есть это было невозможно поэтому всегда сливайте первый бульон потом промываете кладите заново уже фильтрованную воду профильтрованную и соответственно уже варите суп так что вот все я уже попробовал супчик он вкусный запахи обалденные всем приятного аппетита у меня открыто окно потому что жарко невозможно топит очень сильно батареи а сейчас нашей группе общее собрание нашего наших домов написали что пришла квитанция пришли квитанции и опять насчитали там что-то за отопление какие-то сумасшедшие суммы не зря же говорили недавно что мы за отопление за коммунальные платежи переплачиваем два раза ужасно наелись приготовили домашнюю шаверму вот очень вкусно делаем сами из своих ингредиентов знаем что туда кладем поэтому мне кажется своя шаверм очка все-таки вкуснее вот сегодня созванивался с мамой вот она уже получше уже такой голос более-менее бодренький завтра я наверное к ней поеду заеду сначала магазин вот и потом поеду наверное к ней привезу и там каких-нибудь сканвордов журналов ну потому что скучно а вот и навещу ее заодно я могу приехать в любое время мне будет пропуск вот так что завтра поеду и проведу вот она сегодня это все я сегодняшний свой день заканчиваю вам желаю весеннего настроения ну и всего самого хорошего как всегда всем спокойной ночи пока-пока пока